В 4 часа утра я разбудила детей, собрала вещи и уехала ночевать к тёте. Такой крик о помощи поступил к нам в редакцию от Елены Коноваловой, мамы двоих детей. 4 года она живёт в доме номер 18 на улице Тарана. Всё это время один из соседей порчит жизнь семьям многоквартирного дома. Он хронический алкоголик, постоянно употребляет алкоголь, приводит к себе в квартиру несовершеннолетних детей, которые устраивают драки. В последний раз в декабре месяце там была поножовщина. По словам Елены, в квартире постоянно находятся маргиналы, из-за которых даже страшно выйти в подъезд. А в последнее время из-за грязи и вони в доме развелись насекомые. После обработки зашли в квартиру и в коридоре нашли дезориентированные животные. 10 дней он отсутствовал, после чего и пошло это массовое поползновение клопов по всем квартирам. Страдают дети, страдают взрослые, животных даже кусают. На фотографии искусственных детей страшно смотреть. Многим даже потребовалось обратиться к врачу. Пошла серьезная аллергическая реакция. А после укусов остались шрамы. Слова Елены подтверждает и Людмила Волкова, которая живет с мужчиной на одной лестничной площадке. Ну что, буянит, водит сюда всяких бичей, подут на площадках, безобразничают. Ну, в общем, беспокойно. Особенно последние годы вот эти вот. То как-то мать была, он потише был. А последние годы он совсем рассобачился. По словам жильцов, многоэтажки в доме по вине злополучного соседа уже произошел пожар. Мужчина готовил что-то на газовой плите и уснул. К счастью, пожарные приехали вовремя. Чувствую запах. Пахнет чем-то. Хожу, нюхаю везде, не могу понять. Открываю подъездную дверь, ну, дверь в подъезд, а все в дыму. Пожалуйста, пока до пятого этажа все дойдет. Выглядываю в окно, у меня тоже уже соседи все стоят. А дети в одних трусиках были, в маечках. Я их в комбинезоны и быстренько выбежали. При этом соседи уверены, что в этой ситуации им еще повезло. Если бы не такое стечение обстоятельств, то и до взрыва бытового газа недалеко. Павел, откройте, это соседка с первого этажа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что вы будете в таком же состоянии находиться и жить дальше? Нужна нам дезинфекцию вашего помещения провести нужно. А дезинфекцию можете сделать для всего помещения, сделать как положено. После праздника? Уже прошли праздники. Ну, праздники еще не прошли. Выход из этой ситуации соседи еще давно. Обращались в разные инстанции, где обещают Павла оштрафовать. Однако наказывать рублем, по мнению соседей, нет никакого смысла. Его долги за коммуналку измеряются десятками тысяч, а выселить его из квартиры практически невозможно. Опять же, орган муниципалитета может выйти с иском в суд об изъятии этого помещения у такого собственника, продаже с публичных торгов. К сожалению, это не очень действующий инструмент, потому что у нас имеется статья 446 Гражданского Пациентального Кодекса, устанавливающая имущественный иммунитет на единственное жилье. Соседи говорят, что ходят слухи о том, что Павел скоро сам из квартиры собирается съезжать. Подтверждение этой информации мы нашли у риэлтора, который ситуацию прокомментировал, но навстречу не согласился и даже имени своего не назвал. К нам обратились люди по адресу Тарана, 18. Их интересует, действительно ли была сделка купли-продажи квартиры. Съедет от них сосед или нет? Слушайте, сделка купли-продажи действительно была. В настоящее время подыскиваем жилье продавцу, который у них проживает в подъезде. Документального подтверждения того, что проблема жителей дома решится, нет. Люди продолжают писать обращения и надеются на то, что они смогут спокойно спать в собственных квартирах.